Я могу сколько угодно рассказывать про то, что он упырь, как он упырь, как он пил кровь, как он кровя сосал. Поэтому многие сегодняшние монашествующие русские люди считают Иосифа Сталина святым. Душегуб? Да разумеется. Вот эти люди, о которых я говорю как о мистических сталинистах, они интерпретируют Сталина именно как вот такого носителя светоносных энергий. Чудовищный, страшный, жестокий, мощный, серийный массовый убийца. И, наверное, он все-таки был верующим человеком. Летал ли он с иконой вокруг Москвы? Я думаю, что да. Хороший менеджер. Это ощущение какого-то вождя со сверхдержавными запросами. Упырь, вурдалак, преступник, горит в аду и так далее. Для меня, да? У меня отец рывал под руководством Сталина. Может быть, секунду. Уважаемые, вы что творите? Так! Господа, прекратите! Вы что делаете? Не про Сталина история. Наверное, ни одна другая фигура в отечественной истории не вызывает таких ожесточенных дискуссий и горячих споров, как личность Сталина. В средствах массовой информации его изображают то величайшим злодеем на земле, то карикатурным чудовищем, то эдаким крепким государем-державником, строгим, но справедливым царем-батюшкой. В бурном потоке политических ток-шоу «Лютая ненависть к Сталину» сталкивается с восторженной идеализацией его образа. За этим нагромождением легенд и фактов, обильно перемешанных с домыслами и неправдой, многим людям трудно разглядеть его настоящую историческую роль. Но при всей кажущейся сложности это просто. И для этого не нужно долго копаться в деталях биографии Сталина, заниматься глубоким анализом его личности. Нам лишь потребуется отбросить ложное, опустить второстепенное и вспомнить действительно важное. Тогда станет понятно, какое место занимает Сталин в истории, почему любыми способами очерняются или наоборот неловко идеализируются его дела и свершения. А главное, можно будет ответить на вопрос, что значит Сталин для нашей страны и мира сегодня. В этом фильме мы намеренно откажемся от обсуждения личной жизни Сталина. Не будем мы говорить о его принципиальности или волевых качествах. Речь не пойдет о его способностях, феноменальной памяти, начитанности или огромной тяге к самообразованию. Все это останется за скобками. У фильма другая задача. Мы хотим вспомнить эпоху, в которой Сталин жил, идеи, которым он служил, главные вехи его политического пути, а за ними увидеть сухой остаток его дел. Иосиф Джугашвили родился в последней четверти 19-го столетия. В Российской империи наступило время больших перемен. Совсем недавно было отменено крепостное право, ломался старый уклад жизни. Тяжкий труд рабочих на фабриках и заводах, нелегкое бремя податей и налогов, бесправие и нужда простого труженика, рост социальной напряженности – таковы были реалии царской России. Обстановка в стране накалялась. Когда юный СОСО, сын обувщика и работницы, начал учиться в семинарии, в России уже активно действовали подпольные организации марксистов. 15-летний семинарист Джугашвили попадает в один из таких кружков и увлекается революционными идеями. Карл Маркс открыл и сформулировал законы исторического развития общества. Он первым научно обосновал, что все происходящее в социуме зависит от способа производства, распределения и обмена материальных благ. Именно экономические отношения определяют все стороны человеческой жизни – политику, право, государство и его институты, культуру, идеологию, религию, искусство, мировоззрение и мораль. Возникновение частной собственности постепенно привело к разделению общества на большие группы людей – классы. Каждому способу производства соответствует определенная структура классов. Одни классы производят благо, другие присваивают большую часть произведенного. Усложняются орудия труда, меняется сам человек и по мере развития производительных сил общества между классами возникают противоречия. Со временем противоречий становится все больше. Они обостряются, в итоге старый способ производства вытесняется новым. При этом господствующие классы утрачивают свое значение и уходят с исторической арены. Их место занимают новые классы. Смена общественно-экономических формаций закономерна. Рабовладельческий строй исчерпал ресурс своего развития и сменился более прогрессивным строем – феодализмом. Феодализм пал под ударами капитализма. В текущую историческую эпоху революционным классом стал пролетариат – класс наемных работников. Главная движущая сила исторического процесса в наши дни – классовая борьба между пролетариатом и буржуазией. Победа пролетариата в этой борьбе неизбежна. Она предопределена противоречиями капитализма. Путь к ней лежит через социалистическую революцию. Только взяв власть в свои руки, уничтожив частную собственность на средства производства, рабочие смогут покончить с эксплуатацией, построить сначала социалистическое, а затем и бесклассовое коммунистическое общество. Маркс не просто дал научное объяснение социальных явлений. Угнетенный класс впервые в истории получил четкий и понятный политический рецепт избавления от гнета. 1898 год. Иосиф Джугашвили вступает в Тифлисское отделение РСДРП. Он занимается пропагандой и партийной журналистикой, создает типографии, устраивает демонстрации, стачки и забастовки, формирует боевые дружины и партийные комитеты, достает деньги на нужды партии, добывает оружие, участвует в ликвидации провокаторов, организовывает экспроприации. К моменту знакомства с Лениным в 1905 году это опытный и закаленный революционер. Четкость и определенность политических взглядов Сталина прослеживается уже в ранних его работах и статьях. Прошло то время, когда смело провозглашали «Единая и неделимая Россия». Теперь и ребенок знает, что единой и неделимой России не существует, что она давно разделилась на два противоположных класса – на буржуазию и пролетариат. Теперь ни для кого не является тайной, что борьба между этими двумя классами превратилась в ту ось, вокруг которой вращается наша современная жизнь. Состоятельная буржуазия – наш непримиримый враг. Ее богатство зиждется на нашей бедности, ее радость – на нашем горе. Первая русская революция терпит поражение. В годы наступившей реакции Сталин вместе с Лениным ведет борьбу против меньшевиков-ликвидаторов и отзавистов, разрушавших партию рабочего класса изнутри. Ленин ценит организаторские способности Сталина. По его предложению в 1912 году Сталина заочно избирают в Центральный комитет партии и ставят во главе русского бюро ЦК. Он руководит практической партийной работой в России, редактирует газеты «Звезда и правда», постоянно пишет для них статьи. Его восемь раз арестовывают, семь раз он оказывается в ссылке и шесть раз бежит оттуда. Апрель 17-го. Монархия пала. Ленин возвращается из эмиграции. Сталин поддерживает ленинский курс на вооруженное восстание, занимается его организацией и подготовкой. Революция не может удовлетворить всех и вся. Она всегда одним концом удовлетворяет трудящиеся массы, другим концом бьет тайных и явных врагов этих масс. Поэтому надо выбирать – либо вместе с рабочими и крестьянской беднотой за революцию, либо вместе с капиталистами и помещиками против революции. Власть буржуазии свергнута. Сталин входит в состав первого советского правительства – Совета народных комиссаров. В годы гражданской войны он руководит боевыми действиями Красной Армии на самых опасных и сложных направлениях. 1922 год. По предложению Ленина Сталин избран генеральным секретарем Центрального комитета партии. После смерти Ленина все начинания первых лет советской власти были продолжены. Реализовывался план Гойл-Ро, восстанавливалось и росло промышленное производство, крепла наука страны Советов, ускоренными темпами шла ликвидация безграмотности. Во время своего визита в СССР индийский писатель Робиндранат Тагор так описывал атмосферу молодого советского государства. Вызывает удивление та поразительная энергия, с которой в России стремятся распространить образование по всей стране. И дело здесь не только в количестве людей, но и в глубине, в размахе. И среди полуцивилизованных народов Средней Азии они распространяют образование с быстротой наводнения. И нет предела их неустанной энергии, направленной к тому, чтобы открыть этим народам доступ к вершинам науки. В театрах огромные толпы народа и основные зрители крестьяне и рабочие, и нигде их не оскорбляют. В двух-трех учреждениях, которые я до сих пор посетил, я обратил внимание на духовное возрождение и торжество проснувшегося человеческого достоинства. Простой народ сбросил бремя неравенства, смог выпрямиться и поднять голову. Они стоят теперь в мире людей с высоко поднятой головой. Ум их независим, а руки свободны. Еще в 20-е годы партия обозначила курс на индустриализацию и сплошную коллективизацию. Обе эти задачи были связаны между собой. Решение одной невозможно было без решения другой. Новым стройкам, заводам и фабрикам нужны были миллионы рабочих рук. Мелкие крестьянские хозяйства, не оснащенные современной техникой, не могли прокормить огромную страну с растущим городским населением. А без развитой промышленности государство не справилось бы с обеспечением своей обороноспособности. Мир после первой империалистической бойни был лишь передышкой. Начало новой войны было вопросом времени, и большевики прекрасно это понимали. «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Эти слова были сказаны Сталином в 1931 году. Гидроэлектростанции, тысячи заводов и фабрик, десятки тысяч колхозов и совхозов с обслуживающими их машино-тракторными станциями. Все это появилось в СССР за две пятилетки. Французский журналист и общественный деятель Анри Барбюс писал. А факты вот они. Самая нищая из европейских государств, невежественная, скованная, битая, голодная, кровоточащая и разрушенная, стала крупнейшей в Европе и второй в мире индустриальной страной, и притом культурнейшей во всех отношениях. Такой невиданный рост достигнут средствами одной только страны. Все прочие были и врагами. Препятствия в те годы чинили не только внешние недруги. Предатели, изменники и вредители во множестве действовали и внутри страны. Коллективизация стала по сути завершением социалистической революции на селе. Это сейчас любят изображать кулаков исключительно хорошими, крепкими хозяевами, которые ни за что пострадали от советской власти. А реальность была такова, что в 20-е и 30-е годы кулаки активно противодействовали работе колхозов. Они нередко устраивали теракты и поджоги, убивали колхозных активистов, милиционеров и красноармейцев. Но инерцию прошлого и происки классовых врагов удалось преодолеть. Да, были допущены ошибки на местах. Реализовать подобный масштабный проект без единой ошибки сложно. Но без индустрии и механизированного сельского хозяйства будущего у Советского Союза не было точно. СССР стал первой в мировой истории страной построенного социализма. Достигнуто это было не только за счет огромного энтузиазма советского народа. Устойчиво рос уровень жизни трудящихся. В сталинском СССР тот, кто хорошо работал на благо общества и жил хорошо. Конституция 1936 года окончательно узаконила завоевание октября и основные устои социализма. Она не просто декларировала социальные права, о которых раньше трудовой народ не мог и мечтать. Эти права были гарантированы гражданам СССР на деле. Ни помещик, ни фабрикант, ни царь были теперь хозяевами страны, а рабочий, колхозник, врач, инженер и учитель. И когда враг пришел на советскую землю, он столкнулся с невероятным сопротивлением ее новых хозяев. Такого мужества, героизма, стойкости, жертвенности и самоотверженности на фронте и в тылу не знала человеческая история. Победила советская армия, победила советское оружие, победила советская техника, победила советская промышленность, победил советский колхоз, победила советская наука и советская школа, победил дух свободного советского человека, труженика и воина, победила коммунистическая партия, победили советская дипломатия и советское правительство, победила ставка верховного главнокомандующего, победила, доказала свое полное превосходство, социалистическая система. Та война была войной классовой, войной социализма и капитализма. Мировые капиталистические державы – Англия, Франция и Соединенные Штаты – долго готовили нашествие на Советский Союз. Американские монополии, индустриальные магнаты и банкиры щедро финансировали тяжелую и военную промышленность Германии, фактически вооружая эту страну. Англия и Франция обеспечивали прикрытие агрессивной немецкой внешней и внутренней политики в Европе. Руками немецкого фашизма западные империалисты желали уничтожить, разграбить и поработить СССР. Это сегодня Советский Союз выставляют за чинщиком Второй мировой. Но куда выбросить настоящую историю? Не спрятать аншлюз Австрии, не скрыть мюнхенский сговор и странную войну, когда Англия и Франция бросили своего вассала, Польшу, на произвол судьбы. Прямая поддержка, а также плохо прикрытая политика потакания и попустительства подталкивали фашистского зверя на восток. Но враг ошибся в расчетах. Не все пошло по его плану. Британским и американским империалистам в итоге пришлось даже вступить в союзнические отношения со страной Советов. Социализм оказался на две головы выше и сильнее капитализма. Результатом войны стала не только полная и безоговорочная победа над нацистской Германией и ее сателлитами. Не только поражение милитаристской Японии, но и появление на карте мира блока социалистических государств. После войны сталинский СССР совершает еще одно экономическое чудо. За пятилетку было восстановлено разрушенное гитлеровскими ордами народное хозяйство. Страна, которая потеряла десятки миллионов жителей, без плана маршала и внешних займов поднимается из руин. Вчерашние союзники по антигитлеровской коалиции очень скоро снова объявили СССР своим главным врагом. Начали строить новые агрессивные планы. Но советская наука, промышленность и разведка здесь оказались на высоте. СССР становится ядерной сверхдержавой. У него сильнейшая сухопутная армия, мощный военно-морской флот, вторая, по многим показателям, первая на планете экономика. Все эти факторы вместе сделали СССР ядром новой цивилизации. Растет популярность коммунистических идей во всем мире. Даже в главной империалистической державе планеты капиталисты вынуждены с ними бороться. Всего через 4 года после смерти Сталина будет запущен первый искусственный спутник Земли, а через 8 лет в космос полетит первый советский человек. Велик ли был вклад Сталина в достижения советского государства? Безусловно. Это только в фантазиях антисталинистов, успехи страны возможны вопреки ее руководителю. Было ли все, чего добился советский народ, заслугой одного Сталина, результатом только его решений? Конечно же нет. В беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом Иосиф Виссарионович рассказал о том, как принимались важнейшие для государства решения. Среди 70 членов ЦК партии были лучшие промышленники и кооператоры, лучшие снабженцы и военные, пропагандисты и агитаторы, лучшие специалисты по вопросам сельского хозяйства и национальной политики. Каждый имеет возможность исправить чье-либо единоличное мнение, предложение. Каждый имеет возможность внести свой опыт. Если бы этого не было, если бы решения принимались единолично, мы имели бы в своей работе серьезнейшие ошибки. Успехи той поры стали возможными благодаря тысячам квалифицированных специалистов и управленцев. Эти кадры готовила советская система образования. Они ковались на производстве, в труде и на службе. Детям рабочих и крестьян была открыта дорога к образованию. Не на словах, а на деле они могли теперь реализовать свой человеческий потенциал. Не имущественное положение, не национальное происхождение, не пол, а личные способности и личный труд каждого гражданина определяют его положение в обществе. В социалистическом обществе изменились все отношения между людьми. Они стали по-настоящему братскими и товарищескими. Не было больше господ, не было барского угнетения и презрения. Каждый человек знал, что он никогда не останется без работы и жилья. Знал, что если случится беда, то ему окажут любую медицинскую помощь, не требуя за нее платы. Изменилось отношение людей к труду. Созданное руками рабочих и крестьян не шло больше на подпитку роскошной жизни богачей. Дворец теперь строился не для барина, а для пионеров и школьников. Ресурсы общества тратились на образование, детский досуг и отдых, на социальные нужды, на здравницы и санатории для тружеников, на повышение культурного уровня населения. Народ это видел, чувствовал. Заложенная тогда социально-экономическая база работала и в то время, когда перестройщики уже вовсю уничтожали страну. Даже в позднем СССР было немыслимо лишиться жилья из-за долгов. А идея платить за медицинские услуги воспринималась как дикость и варварство из другой капиталистической реальности. Мне трудно представить себе, какая может быть личная свобода у безработного, который ходит голодным и не находит применения своего труда. Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб. И как бы ни лгали об СССР, эта настоящая социальная свобода там была. Были там и творчество, и созидание, и бескорыстие, и дружба народов, и реальная забота о человеке труда. Ни одна другая страна за всю историю не могла похвастаться такими же стремительными темпами развития экономики, фундаментальных и прикладных наук. Нигде в мире не было столь масштабного внедрения научных достижений в производство, как в Советском Союзе до 1953 года. Все, о чем многие с ностальгией вспоминают сегодня, говоря об СССР, не манна небесная и не чья-то единоличная заслуга. Успехи и победы советского государства – это реализованные на практике идеи научного социализма. А Сталин был не просто государственным деятелем, но и теоретиком марксизма. Уже первые, ранние его работы стали весомым вкладом в развитие марксистско-ленинской науки. Позже он открыл и сформулировал основной экономический закон современного капитализма, империализма, и основной экономический закон социализма. На основе ленинского учения об империализме Сталин дал анализ борьбы двух систем – капиталистической и социалистической. При его участии в 1938 году был написан краткий курс истории ВКПБ – энциклопедия основных знаний в области марксизма-ленинизма, истории СССР и партии большевиков. Сталин стал основателем новой науки, ставшей важным разделом марксизма – политической экономии и социализма. И теории Иосиф Виссарионович всегда придавал огромное значение. Нужно, чтобы наши кадры хорошо знали марксистскую экономическую теорию. Первое, старшее поколение большевиков было теоретически подковано. Мы зубрили капитал, конспектировали, спорили, друг у друга проверяли. В этом была наша сила. Это нам очень помогло. Второе поколение менее подготовлено. Люди были заняты практической работой, строительством. Марксизм изучали по брошюрам. Третье поколение воспитывается на фильетонах и газетных статьях. У них нет глубоких знаний. Им надо дать пищу, которая была бы удобоварима. Большинство из них воспиталось не на изучении работ Маркса и Ленина, а на цитатах. Если дело дальше так пойдет, то люди могут выразиться. В Америке рассуждают, все решает доллар, зачем нам теория, зачем наука. И у нас так могут рассуждать. Зачем нам капитал, когда социализм строят? Это грозит деградацией. Это смерть. Чтобы этого не было даже в частностях, нужно поднять уровень экономических знаний. Переход от капитализма к коммунизму, писал Ленин, есть целая историческая эпоха. Пока она не закончилась, у эксплуататоров неизбежно остается надежда на реставрацию. А эта надежда превращается в попытки реставрации. Свергнутые эксплуататоры, которые не ожидали своего свержения, не верили в него, не допускали мысли о нем, с удесятеренной энергией, с бешеной страстью, с ненавистью, возросшего сто крат, бросаются в бой за возвращение отнятого рая. Именно это случилось в нашей стране. После смерти Сталина к власти пришли контрреволюционные силы. Быстро уничтожить социализм не получилось. Слишком большую скорость набрал этот гигантский локомотив. Потребовались десятилетия настойчивой ревизии марксизма, вредительства и диверсии в экономике, науке и культуре, чтобы дезориентировать советский народ и подготовить его к реставрации капитализма. История, как известно, не знает сослагательного наклонения. И мы не будем рассуждать о том, мог ли Сталин подстелить соломку и предупредить надвигавшуюся катастрофу. Многие теперь с легкостью судят о произошедшем. Такие судьи и критики забывают, что советскому государству с момента его появления постоянно грозило уничтожение. Создавалось это государство не в тепличных условиях, а на территории ослабленной страны, во враждебном окружении. В наследство большевикам досталась не только разруха двух войн, но и отсталость, накопленная еще с царских времен. А самое главное, социализм строился впервые в мировой истории. Подобного опыта у человеческой цивилизации не было вовсе. СССР до сих пор остается главным успехом пролетариата в его многовековой классовой борьбе. Поэтому, кстати, буржуазные пропагандисты ильют помои на Советский Союз. Вовсе не из-за его неудач, а как раз наоборот. Потому что слишком многое тогда получилось. Это был одновременно и огромный успех, и болезненный исторический урок для трудящихся всего мира. Любые социальные и политические завоевания можно легко потерять, если ослабевает классовая бдительность. И ни один, даже самый выдающийся политик и государственный деятель в одиночку не приведет трудовой народ к благополучию. Это дело всего рабочего класса. Дело каждого сознательного пролетария. Но, несмотря на поражение Советского Союза, победа капитализма временна. Классовая борьба продолжается. Социализм не выдумка философов и не абстрактная книжная идея. Это объективная жизненная необходимость для всего человечества. И его неизбежное будущее. Слова Ленина, сказанные им об Октябрьской революции, можно отнести ко всему советскому опыту. «Мы это дело начали. Когда именно? В какой срок? Пролетарии какой нации это дело доведут до конца?» Вопрос несущественный. Существенно то, что лед сломан, что путь открыт. Дорога показана. Сто лет для истории срок небольшой. Капитализм, кстати, тоже не сразу победил. Постсоветская буржуазия постоянно заявляет о неэффективности социализма. При этом все, что в современной России до сих пор ездит, летает и стреляет, в основном наследие той отсталой эпохи. Мирный атом и космическая отрасль, остатки некогда великого авиастроения, оружие и ядерный щит – все оттуда. Какими достижениями могут похвастаться российские капиталисты? Рывками эффективных менеджеров, убегающих с наворованным за границу? Или прорывами изношенных трубопроводов? А может быть, 20 миллионами нищих и лидерством по числу долларовых миллиардеров? Успешными бизнесменами, весь успех которых основан на присвоении советских предприятий? Убитой промышленностью, разрушенным селом, деградацией всех сфер жизни, все более недоступным здравоохранением и платным образованием, постоянным ростом цен, тарифов и налогов, повышением пенсионного возраста, триллионами на офшорных счетах? Кстати, кто-нибудь может сказать, какая часть нашей страны принадлежит родным отечественным буржуям, а какая – иностранным? Нас пугают жертвами репрессий. При этом за время, пока страной руководил Сталин, несмотря на огромные потери в Великой Отечественной войне, население СССР значительно увеличилось, а в эпоху буржуазной свободы и демократии народ вымирает. Только с 1993 по 2006 год в Российской Федерации умерло на 11 миллионов человек больше, чем родилось. Что-то не слышно призывов покаяться за эти жертвы капиталистических репрессий. Не льют слезы неполживые интеллигенты и правозащитники у стены скорби. Не открыли в Ельцин-центре стенд, посвященный жертвам приватизации и гайдаровских реформ. Телепропагандисты денно и нощно рассказывают о силе и величии нынешней России, возбуждая у зрителей ура-патриотические, а то и шовинистические настроения. Вот только эта виртуальная реальность все более явно расходится с правдой жизни в нищающей, вымирающей и деградирующей стране. Нам постоянно напоминают о мощной обороне современного российского государства. Возможно ли такие чудеса, когда разгромлена наука, уничтожены станкостроения, электронные и другие важнейшие отрасли промышленности? Да и от кого нас обороняют, если так называемый потенциальный противник спокойно берет то, что хочет? Россия давно стала местом извлечения прибыли для империалистов разных стран. И этому капиталистическому интернационалу нет дела до благополучия местного населения, как нет ему дела до проблем трудящихся любой другой страны. Не мудрено, что ограбленному народу постсоветская буржуазия постоянно рассказывает страшные небылицы о сталинских репрессиях. Как-то же нужно оправдывать разрушение и разграбление страны. Легенда о многомиллионных невинных жертвах для этой цели подходит идеально. Вот только обманывать людей становится все труднее. Многие уже понимают, что источник клеветы на Сталина – это хрущевские контрреволюционеры, троцкисты, западная и постсоветская отечественная буржуазная пропаганда. Видя происходящее сейчас, люди все чаще начинают оглядываться на советскую историю, искать там ответы на вопросы дня сегодняшнего. Капиталисты не дремлют. Машина дезинформации и обмана делает все, чтобы никто не мог спокойно и трезво осмыслить исторический опыт своей страны. Советскую эпоху и Сталина нам предлагают ненавидеть или просто забыть. Сталин мертв. Мертв как политик, как государственная модель и как лозунг. Сталин – это прошлое, не будущее. И нет запроса на Сталина в настоящем. Нет запроса? Мертв как политик? Это не актуальное прошлое, которое нужно убрать в чулан истории, говорят нам пропагандисты от капитала. Так почему тогда постоянно подогревается ненависть к Сталину? Главная причина одна. С момента написания манифеста Коммунистической партии в 1848 году всего за один век был проложен путь к первой в мире социалистической сверхдержаве. Стихийная и непоследовательная борьба рабочих за свои права благодаря марксизму обрела четкую цель. Стала организованной, привела к победе социалистической революции и построению первого на планете пролетарского государства. Свою дееспособность и силу то государство доказало в тяжелейшей войне с фашистской Германией, за которой стояли людские и материальные ресурсы капиталистической Европы. Советский Союз стал ориентиром и символом надежды для трудящихся всего мира. То, что марксизм работает, было доказано на практике. Вакцина от капитализма была выработана и выстрадана человечеством. Для капиталистов она смертельно опасна. И эти важнейшие страницы истории неразрывно связаны с именем Сталина. Самые большие успехи советской государственности пришлись на период, когда страной руководил Иосиф Виссарионович. Поэтому вся мощь буржуазной пропаганды направлена в первую очередь на очернение Сталина и дискредитацию его свершений. За рубежом эта кампания началась еще при его жизни. В нашей стране она вспыхнула в годы правления Хрущева, усилилась в перестройку и ничуть не уменьшила свой напор сегодня. Антисталинские мифы зачастую один в один повторяют тексты нацистских листовок, а в своей лжи антикоммунисты не стесняются никакого абсурда. К жертвам так называемых репрессий причисляют и предателей, и государственных преступников, и банальных уголовников. Называются фантастические цифры, когда речь заходит о количестве заключенных и репрессированных. Победили, да не так. Были успехи, но какой ценой? Разбирать буржуазное вранье о Сталине можно бесконечно. Но есть ли в этом смысл, когда понимаешь причины, по которым оно в промышленных масштабах тиражируется? Господствующий класс боится новой организованной попытки построения социализма, даже спустя десятилетия после разрушения СССР, павшего в результате предательства и контрреволюции. Боится, потому что именно через тот опыт пролетариат доказал свою способность построить общество, в котором изживается эксплуатация человека человеком и где для господ места нет. Впервые в истории угнетаемый класс посигнул на священную корову частной собственности, предъявил счет угнетателям и паразитам всех мастей. Шутка ли, средства производства и ценностей экспроприирует в свою пользу не другой капиталист, а класс, который должен безропотно пахать на коллективного буржуя. Вот почему поднимается вой по поводу так называемых репрессий. Где это видано, чтобы рабочие брали власть в свои руки и сами распоряжались собственной жизнью? Любого другого руководителя советского государства при похожих результатах капиталисты точно так же поливали бы грязью. Дело тут не в конкретной личности. И сам российский правящий класс своей информационной политикой это доказывает. Одновременно с линией на очернение Сталина в последние годы появилась другая. Его политическую фигуру стерилизуют, освобождают от коммунистической идеологии, а затем используют для нужд казенного буржуазного патриотизма. Сталина рисуют эффективным менеджером, который якобы вслед за царями продолжил строить Великую империю. Новая российская буржуазия приватизирует не только советские предприятия, но и успехи той эпохи. Особенно хорошо это видно на примере истории Великой Отечественной войны. Даже рыночный ребрендинг проводят, постепенно замещая советские символы новоделами. Активно выхолощиваются смыслы, классовая подоплека тех событий. Современная пропаганда пытается убедить нас в том, что защищать свою социалистическую родину и быть пушечным мясом капитала в бойнях, устроенных буржуями ради своего обогащения, это одно и то же. Образ Сталина, как лидера некоего абстрактного бесклассового отечества, для буржуазии безопасен и полезен. Можно даже вспомнить его крепкую руку, оправдывая давление на своих политических оппонентов якобы в интересах национальной безопасности. Вот только крепкая рука буржуазии – это Гитлер, Муссолини и Пиночет, которые душили рабочие движения. А крепкая рука Сталина оберегала трудящихся от паразитов. И военная мощь Советского Союза создавалась не для доминирования в мире с целью грабежа и эксплуатации слабых стран, а для защиты от агрессии со стороны враждебного капиталистического окружения. Лучше всего об этом сказал сам Сталин. «Задача, которой я посвящаю свою жизнь, состоит в возвышении другого класса, а именно рабочего класса. Задачей этой является не укрепление какого-либо национального государства, а укрепление государства социалистического, и значит, интернационального. Причем всякое укрепление этого государства содействует укреплению всего международного рабочего класса. Если бы каждый шаг в моей работе не был направлен на то, чтобы укреплять и улучшать положение рабочего класса, то я считал бы свою жизнь бесцельной». С точки зрения буржуазного права Ленин, Сталин и другие большевики всегда будут преступниками. Точно так же, как преступником для рабовладельцев был Спартак, нарушивший закон Римской империи. Преступником был Степан Разин по законам феодальным. Законы пишутся господствующим классом. Но правда состоит в том, что преступна и античеловечна сама капиталистическая система. Когда один класс владеет практически всеми средствами производства, а другой ничем, кроме собственной рабочей силы, отношение между ними – это отношение эксплуататора и эксплуатируемого. Капитализм обрекает сотни миллионов людей на труд за гроши, нищету, безработицу, голод. На гибель в войнах, развязанных в интересах денежных мешков. И он сам создает условия, в которых угнетенные вынуждены бороться за свои права. Можно сколько угодно демонизировать Ленина и Сталина, но для революции никто не сделал больше, чем цари, помещики и капиталисты. Тем же самым занимается и современная буржуазия, превращая в ад жизнь трудящихся во всем мире. Историю творят в первую очередь классы, а не личности, пусть даже самые выдающиеся. Сталин, которого мы знаем, сформировался не на пустом месте. Он сложился в революционном движении – партии большевиков, боровшейся за интересы рабочего класса и всех честных тружеников. Буржуазные пропагандисты могут и дальше изображать Сталина мифическим злодеем или героем-одиночкой, возбуждать ненависть к нему или пассивную веру в сказочного спасителя. Несмотря на эти декорации, люди все равно будут открывать для себя настоящего Сталина. Сталина – революционера, теоретика марксизма и руководителя первого в мире социалистического государства. Человека, который с юных лет и до последних дней своей жизни был верен коммунистической идее. Его имя до сих пор вызывает ненависть у капиталистов разных стран. Потому что для них нет ничего страшнее и опаснее, чем стальная воля пролетариата, осознающего свои классовые интересы и вооруженного теорией классовой борьбы. Сталин – предвестник их будущего неминуемого и окончательного поражения. А сталинский СССР – предвестник нового мира, где с угнетением человечества будет покончено навсегда. Раньше буржуазье позволяло себе либеральничество, отстаивало буржуазно-демократические свободы и тем создавало себе популярность в народе. Теперь от либерализма не осталось их следа. Нет больше так называемой свободы личности. Права личности предоставляются только за теми, у которых есть капитал. А все прочие граждане считаются сырым человеческим материалом, пригодным лишь для эксплуатации. Растоптан принцип правительства людей и мят. Он заменён принципом полноправия эксплуататорского мельчества и бесправия эксплуатируемого большинства граждан. Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за буржуазно. Я думаю, что это знамя придётся поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и подвести его вперёд, если хотите собрать вокруг себя большинство народов. Больше никому его поднять. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»